Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! Мы начинаем урок математики во втором классе. Ребята, вы готовы к уроку? Проверьте, пожалуйста, учебник, рабочую тетрадь и пенал. И прекрасна и сильна математика страна. Тут везде идет работа, все подсчитывают что-то. Всюду можно услыхать раз, два, три, четыре, пять. Ребята, урок продолжим проверкой самостоятельной работы. Дома вам нужно было решить задачу номер 6 на странице 200. Прочитаем условия нашей задачи. На первом этаже новостройки 27 комнат, на втором этаже 29. Читаем вместе вопрос данной задачи. Насколько комнат больше на втором этаже, чем на первом? Ребята, проверьте, пожалуйста, правильно ли вы составили краткую запись условия задачи. На первом этаже 27 комнат, на втором этаже 29. Записываем дугу сравнения и справа мы пишем, насколько больше. Ребята, вы уже догадались? И я уверена, что каждый из вас правильно решил задачу. Для того, чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше другого, надо из большего вычесть меньшее. Проверим решение задачи. Из 29 вычтем 27, разность чисел равна 2. Запишем и проверим, как вы записали ответ. На 2 комнаты больше на втором этаже. Ребята, проверили? Молодцы! Далее вам нужно было выполнить задание номер 7. Проверьте, правильно ли вы сравнили числа 240 и 180. Для этого вспоминаем правило. Для того, чтобы сравнить трехзначные числа, сначала сравним сотни. В числе 240 – две сотни, в числе 180 – одна сотня. Значит, сразу делаем вывод, что число 240 больше числа 180. Остальные примеры проверьте самостоятельно. Молодцы, ребята! Я уверена, что каждый из вас получил за домашнюю работу отличные баллы. Ребята, сейчас мы выполним очень интересные задания. Еноту нужно помочь раскрасить картинки. Для этого нужно решить примеры и выбирать правильный ответ. Вы готовы? Молодцы! Начинаем! Итак, вспоминаем таблицу умножения. 4 умножим на 4. Правильно, ребята! Произведение чисел равно 16. Посмотрите, картинка раскрасилась. Значит, вы справились с решением первого примера. Следующая картинка. Произведение чисел 6 и 3. Чему равно, ребята? Вспомнили? Умнички! Произведение чисел равно... Верно! 18. Картинка раскрашена. Значит, вы справились и с этим заданием. Работаем дальше. Произведение чисел 8 и 4. Равно. Молодцы! Равно 32. Проверяем. Умнички! Наша картинка раскрашена. Наша картинка раскрашена. Значит, и это задание мы смогли решить. Так, проверяем. 5 ию 7. 5 ию 7, ребята. Совершенно верно. 5 ию 7. 35. И наша картинка вновь раскрашена. Далее. Смотрим внимательно. Вам нужно найти произведение чисел 7 ию 7. Догадались и вспомнили таблицу. Проверьте. Умнички! Картинка раскрашена. И вы снова справились с заданием. 8 ию 3, ребята. Будьте внимательны. 8 ию 3 это... Подумали? Молодцы! 24. И вы вспомнили сказку «Маша и медведь». Продолжаем. 9 ию 7. Чему равно произведение чисел? Совершенно верно. Произведение чисел равно... Вы уверены, что это правильный ответ? Проверяем. Молодцы! И перед вами вновь герои сказок. Так, посмотрите. Картинка раскрашена. А мы переходим к теме урока. Сегодня, ребята, мы с вами напишем контрольную работу. Будьте внимательны. Приготовьте линейку, рабочую тетрадь и простой карандаш. Вам нужно начертить в рабочей тетради таблицу. Вычерчиваем, ребята, таблицу. Очень аккуратно и внимательно. В нашей контрольной будет 15 тестовых вопросов. Начертили? А мы начинаем. Первый вопрос. В альбоме 8 листов. Маша нарисовала на трех листах. Сколько чистых листов осталось в альбоме? Варианты ответов. А. 4 листа. Б. 5 листов. В. 3 листа. Выбрали? Молодцы! Второй вопрос. Уменьшаемое 18, вычитаемое 9. Вам нужно найти разность. Вспоминайте, ребята, как называются компоненты при вычитании, и вы сразу вспомните, какие вычисления вам нужно выполнить. Проверяем. Вариант ответа А. 9. Б. 2. В. 4. Повторяю еще раз. Вариант ответа А. 9. Б. 2. В. 4. Успеваете, ребята? Молодцы! Ответим на третий вопрос. Вам нужно найти частные чисел 6 и 3. Первый ответ. 6 вычесть 3 равно 3. Второй. 6 разделить на 3 равно 2. И третий вариант ответа В. 6 умножить на 3 равно 18. Ребята, будьте внимательны и подумайте, в каком из вариантов ответа мы нашли частные. Молодцы! Продолжаем. Сравним числа 134 и 143. Ребята, подумайте, какой знак арифметического действия нам нужно вставить. А. Знак больше. Б. Знак меньше. В. Равно. Повторяю еще раз. А. Больше. Б. Меньше. В. Равно. Ставили? Молодцы! Пятый вопрос. Укажи число, в котором 1 десяток и 5 единиц. Повторяю еще раз вопрос. Укажи число, в котором 1 десяток и 5 единиц. Ребята, варианты ответов. А. Пятнадцать. Б. Семнадцать. В. Двадцать пять. Еще раз. А. Пятнадцать. Б. Семнадцать. В. Двадцать пять. Успели? Продолжаем. Шестой вопрос. Что называют многоугольником? Повторяю. Что называют многоугольником? Слушаем варианты ответов. А. Фигура с множеством углов и сторон. Б. Фигура, у которой три угла. Вариант ответа В. Фигура, у которой два угла. Подумайте, ребята, и выберите правильный ответ. Седьмой. Назовите компоненты сложения. Повторяю. Назовите компоненты сложения. А. Уменьшаемая, вычитаемая разность. Б. Слагаемая, уменьшаемая, сумма. Вариант ответа В. Слагаемая, слагаемая, сумма. Вариант ответа В. Слагаемая, 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 сумма. Слагаемая, 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 сл в одном метре, вариант ответа В в одном метре 10 сантиметров, и вариант ответа В в одном метре 100 сантиметров. Десятый вопрос. Сколько сантиметров в одном дециметре? Вариант ответа А — один, Вариант ответа В – 10, вариант ответа В – 100. Будьте внимательны, повторяю еще раз. Вариант ответа А – 1, В – 10, В – 100. Успеваете, ребята? Хорошо. Одиннадцатый вопрос. Вам нужно ответить на вопрос. Отрезок – это А – линия, которая имеет начало, но не имеет конца. Вариант ответа В – линия, которая имеет и конец, и начало. Вариант ответа В – линия, которая не имеет ни начала, ни конца. Будьте внимательны, ребята. Еще раз прочитаю, чтобы вы подумали внимательно. Вариант ответа А – линия, которая имеет начало, но не имеет конца. Вариант ответа В – линия, которая имеет и конец, и начало. И вариант ответа В – линия, которая не имеет ни начала, ни конца. Молодцы, ребята. А мы продолжаем. При умножении любого числа на 0, получается… Вспоминаем правило и выбираем нужный ответ. Вариант ответа А – 1, В – 0, В – 5. Повторяю еще раз. При умножении любого числа на 0, получается А – 1, В – 0, В – 5. А мы продолжаем. Тринадцатый вопрос. Назовите компоненты умножения. Ребята, вы вспомнили компоненты умножения? А сейчас вам нужно выбрать один правильный ответ. А – уменьшаемая, вычитаемая разность. В – 1, В – 0, 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 В – 0. Сумма. Продолжаем, ребята. 14 вопрос. Назовите компоненты деления. Вспомнили? Выбираем правильный ответ. А. Делимое, делитель, частное. Б. Слагаемое, уменьшаемое, сумма. Вариант ответа В. Слагаемое, слагаемое, сумма. Повторю еще раз. А. Делимое, делитель, частное. Б. Слагаемое, уменьшаемое, сумма. В. Слагаемое, слагаемое, сумма. Молодцы, ребята. Нам осталось выполнить 15 вопрос. Найди частное чисел 28 и 7. Вспомнили правило? Приступаем к ответу на вопрос. А. 4. Б. 6. В. 8. Повторяю, найди частное чисел 28 и 7. Вариант ответа А. 4. Б. 6. В. 8. Ребята, сейчас наша контрольная подошла к концу. Будьте внимательны, выполните работу аккуратно и не забудьте сегодня отправить ее своему любимому учителю. А мы познакомимся с самостоятельной работой, которую вы выполните дома. Ребята, дома повторите еще раз таблицу умножения. 5 сью 2, ребята. 10. Посмотрите. 5 цыплят берем 2 раза. И у вас получается 10 утят. Ребята, вы активно работали на уроке. Справились с написанием контрольной работы. Повторили знания таблицы умножения. И я думаю, что дома вы закрепите ее еще лучше. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо вам всем за активную работу на уроке. Берегите здоровье и чаще мойте руки. До свидания, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok